Закон, поощряющий преступность. Именно так характеризует новый уголовный кодекс Казахстана. Проект единогласно одобрен парламентом Казахстана и теперь направлен на подпись президенту. Неправительственные организации бьют тревогу. Пытались указать на ошибки верхам, но их, как обычно, слушать не стали. Мы пытались привести нормы, защищающие права и свободы человека в соответствии с Конституцией и с международными обязательствами страны. К сожалению, сейчас очевидно, что все эти наши усилия не привели к ощутимым результатам. Новый закон серьезно ущемит конституционные права казахстанцев на свободу объединения, вероисповедания, слово и творчество, неприкосновенность достоинства человека и даже свободу совести. Демократии в стране и так не пахло, а теперь гайки окажутся окончательно завинчанными. Вводятся нормы, которые ущемляют конституционное право граждан на свободу совести. То есть, есть норма, что человек вправе придерживаться той или иной веры, исповедовать ее единолично или в группе единоверцев, или не исповедовать никакой. Уголовный кодекс ужесточает ответственность за то, что человек исповедует свою религию не в официально зарегистрированном религиозном каком-то объединении. Очень ограничивается право на свободу слова. Я бы даже сказала, что оно ограничено сильнее, чем многие другие права. Тамара Калеева и ее соратники по неправительственным организациям с последней надеждой решили обратиться напрямую к президенту Назарабаеву. Общественники просят Елбасы наложить на закон ВЕТА и привести его в соответствие с международными нормами. Уважаемый Нарсултан Абишевич, на открытии третьей сессии парламента Республики Казахстан 5-го созыва 2-го сентября 2013 года вы поставили задачу модернизировать систему уголовного судопроизводства, вывести казахстанское право на качественный уровень, позволяющий безукоризненно обеспечивать защиту прав и свобод граждан. Однако принятые парламентом уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и кодекс об административных правонарушениях, вопреки вашим указаниям, значительно ограничивают и ущемляют права граждан, что противоречит Конституции Республики Казахстан и ратифицированным международным договорам. Чтобы письмо дошло до адресата, коалиция казахстанских неправительственных организаций призывает объединиться всех несогласных, поставив под письмом свои подписи. С другой стороны, за годы бессменного правления Назарбаева гражданские активисты и НПО посылали ему миллионы писем и ни на одно не получили ответа. Больше шансов на реакции у Вани Жукова, который писал на деревню дедушки в рассказе Чехова, чем у граждан тоталитарной страны, обращающихся к диктаторам.